доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и разумеется продолжаем разбирать фундаментальный фон и говорить о наших с вами долгосрочных фундаментальных идеях вчера вечером я думаю что вы все наверняка могли заметить и уловили те тенденции которые правили в сми основной центральной темой стал факта ухода цен на нефть и на майские фьючерс да бьюти на отрицательной территории фактические фьюч был закрыт на отметке почти минус 38 долларов что стало историческим прецедентом друзья я думаю что для многих сейчас является закономерным вопрос как в принципе такое может быть потому что многие из вас не уделяют может быть фундаментальному анализу да и в принципе разбору различного рода факторов и моментов ценообразования разных активов поэтому если есть какой-то вот пробел то давайте попробуем его запомнить и основное объяснение которое сейчас присутствует на рынке якобы то что контракт приближался непосредственно к дате своей экспирации разумеется чем ближе к дате экспирации тем ниже ликвидность ниже объем а если контракт закрывается то и соответственно вообще там нет никакой ликвидности ну в общем такими классическими правилами пытались оправдать то что на фьюч оказался в итоге после закрытия на момент закрытия на отрицательной территории это не совсем правильное объяснение потому что экспирация проходит каждый месяц но цены на нефть на любые другие а средовые инструменты никогда не уходили на отрицательную территорию и я бы даже больше сказал они никогда не показывали столь чудовищного снижения фактически больше чем на 300 процентов если братья одну торговую сессию вчерашнюю торговую сессию майского фьючерса котировки опросили как правило один фьючерсный контракт перетекает в другой по небольшому отклонению в цене но то что мы видели я вчера это стало беспрецедентным явлением основная причина немножко в другом друзья вы все прекрасно понимаете что сейчас происходит на рынке нефти если не понимаете пересмотрите прошлые брифинги я миллиард раз оговорил вам о том какая нездоровая ситуация сейчас балансом спроса и предложения так вот был фьючерсный контракт майский фьючерсный контракт разумеется он подобрался к дате экспирации дат экспирации и фактически прекращение действия и обращение этого контракта переводит статус фьючерсов статус поставочного контракта то есть тогда когда продавец должен физически отгрузить уже нефть покупатель должен физически ее принять соответственно как только стало очевидно что фьючерсный контракт точнее покупатели которые просидели в этом ключе до самого последнего момента осознали что в принципе нефть это некуда в мае будет девать я об этом друзья тоже говорил свободных мощностей фактически нет они попытались избавиться от него доплачивая за этот контракт все это друзья упирается в проблему отсутствие свободных хранилищ для того чтобы там можно было бы складировать нефти на этот акцент делался неоднократно я бы даже сказал что падение спроса ну да это это серьезная проблема для рынка нефти если бы к примеру на были свободные сейчас мощности точнее места для хранения может быть проблема более низкого спроса она не стояла бы так остро но сейчас вот эта проблема падающего спроса на нее наслаивается проблема избыточного предложения и все это усиливается еще проблемой того что некуда нефть фактически девать и по данным генерального секретаря баркинда опек уже во втором квартале 2020 года то есть фактически вот уже совсем скоро с месяца на месяц переизбыток углеводородов и отсутствие собственно мест для хранилищ приведет к тому что невостребованными друзья теперь вдумайтесь в эту цифру окажется 15 миллионов баррелей в сутки это может случиться уже скорее всего даже это произойдет возможно же до конца а а текущего месяца то есть в тот самый момент когда еще опека не взяли на себя окончательно а исполнение обязательств по сокращению добычи потому что эти обязательства начинают действовать только вот начиная с мая поэтому сейчас ситуация она просто катастрофическая это исторический момент и хорошо что мы свидетелями такого рода прецедентов друзья мы с вами продавали нефть поэтому я очень надеюсь то что вы со мной очень неплохо заработали мы делали акцент на бренд в частности 2532 сейчас котировки low 2511 я уверен то что будут цены еще ниже потому что мы по-прежнему говорим о мрачных перспективах роста мировой экономики это один момент и мы по-прежнему говорим о том что страна опек не предприняли ровным счетом ничего действенного эффективного что могло бы попробовать попытаться решить проблему серьезнейшего расхождения в балансе спроса и предложения то есть как падал спрос на фоне пандемии и кризисных явлений мировой экономики так он и будет снижаться а предложение продолжит расти причем сейчас мы уже говорим о том что хранилищ для вот этого сверх предложения их нету поэтому логический вопрос что будет друзья дальше я думаю вы все прекрасно знаете на него ответ и давайте придерживаться нашей прежней тенденции и ждать бренд еще ниже рубль 75 51 как мы и предполагали прорвался доллар против рубля выше 75 российская валюта разумеется будет дальше слабеть сегодня мы ожидаем еще более негативное открытие как по рублю так собственно сохранение нисходящей динамики и тенденции на рынке нефти поэтому цель по паре 78 80 это уровни которые которые более-менее справедливы опять же с учетом того что сейчас происходит на рынке черного золота индекс американского доллара длинные позиции держим друзья выше сотки мы опираемся на слабый фундамент по промпроизводству роничным продажам и заявкам уже рукой фактически подать до следующего отчета по заявкам послезавтра ждем очередной прирост на 5 миллионов друзья и на будем констатировать общий рост безработных за пять недель на 25 миллионов и это уже позволит нам склоняться к цифре по уровню безработицы сша в районе 20 процентов это друзья еще такие посылы для тех кто покупает американский фондовый рынок и считать что у американской валюты нет шансов на рост вы подумайте еще раз что вы делаете и как-то соотнесите наверное реалии слабости американской экономики с безумным ростом американского фондового рынка золото 1687 ждем выше уровня 1700 евро против доллара 108 35 снижаемся пара точно будет двигаться в таком же ключе цели 107 106 сегодня друзья в 12.00 индексы бизнес оптимизма зью по германии индекс оценки экономических условий такая же статистика по еврозоне разумеется везде ждем плохие цифры в четверг целый блок данных по индексам активности производственного сектора это еще одно доказательство крайне слабых и крайне утрущающего положение экономического для еврозоны для тех кому нужны дополнительные доказательства в общем короткая позиция оправда фунт против доллара 12402 банк англии накануне сделал заявление о том что ожидает резкого снижения инфляции она и понятно учитывая то что происходит на рынке нефти сегодня у нас в 9.00 уже прям совсем а скоро рынок труда и смотрим за заявками на пособие по безработице я ожидаю их увеличение примерно на четверть все друзья миллион это много и надеюсь то что эта статистика еще раз откроет глаза тем трейдерам которые продавцам с достаточным капиталом чтобы навалиться на эти позиции но пока что ищет каких-то сигналов более наверное стоящих чтобы примкнуть к этим продажам я думаю что рынок труда вполне подходит на эту роль потому что фунт в принципе уже должен более активно идти вниз доллар канадец один 41 57 здесь растем друзья уже хороший профит впереди роничные продажи и данные по инфляции роничные продажи сегодня в 15 30 но это все-таки февральская статистика я больше делаю акцент на данные по инфляции завтра которые точно помогут нам еще больше выше забраться по этой валютной паре если такое влияние на пару не окажет рынок нефти хотя уверен то что нефтянка будет и дальше подгонять канадца и австралийц 0 62 98 сегодня снижаемся протоколы которые вышли несколько часов назад подтвердили готовность резервного банка австралии к дополнительному смягчению монетарной политики значит ждем австралийца снова в районе 0 60 на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания